Следующее хочу вам показать. Вот это вот старая тюрьма, которая закрылась вроде бы в 1970 году. Она осталась как музеем. Здесь, короче, было много страхов, и здесь много заключенных убили себя, самоубийство произошло, некоторые прыгали сверху насмерть, и после таких событий государство решило навсегда закрыть эту тюрьму. Но я вам хочу показать прикольную историю. В США очень мало осталось историй, тут всё разрушают, потому что дорого это всё восстановить. Вместо таких зданий они построят какой-то мигдоналдс какой-то, или какой-то дешёвый ресторан. Но здесь они всё-таки решили не разрушить, а сохранить вот это вот здание. Такая вот тюрьма в Америке была, это сто лет назад. Я сейчас подойду и покажу вам надпись. И здесь вот эта вся история будет написана. Вот я сейчас лучше вот приближусь с камерой и вам покажу. Да, написано, в июле 8-го 1910-го года был как очень жуткий день в местной истории. И да, вот, короче, вы можете прочитать и перевести сами. Короче, что здесь случилось? Короче, жуткая история в этой тюрьме. Поэтому мы его закрыли больше. Кстати, привет всем. Я вроде бы уже долго в кадре не был. Жалко, что сейчас двери закрыты. А, нет, я могу пройтись. Мы сейчас пройдёмся. Я сейчас вам дам маленькую экскурсию этой тюрьмы. Вот, где вот это синее здание было. Вот. Я сейчас вот нахожусь. Вот здесь вот. Хорошо. Сейчас подойдём к тюрьме. Раз в месяц здесь ведут экскурсии. Ну, конечно, они платные, если вы хотите зайти внутрь тюрьмы. Ну вот. Как она выглядит. Смотрите, я прямо возле неё сейчас стою. Прикольно. Вот такие детали. Вот раньше строили красиво, а сегодня строить дома с картона. Без кондиционера никак не выжить здесь. Потому что стенки, всё такое дешёвое. А раньше вот из таких камней строили здание. Вот. Вот. Вход. Настоящий вход, который сохранился. Вот написано, что здесь работают камеры. Так что, может быть, кто-то и следит за мной сейчас. Вот это вот главный ход этой тюрьмы. Здесь написано, что сюда могут проходить только офицеры с заключёнными. Вот. И я вам сейчас покажу внутри. Мы зайти внутрь не можем, но я могу с камерой вот так вот чуть-чуть вам показать. Вот вы даже видите решётки внутри. Это вообще обалдеть просто. Вот такая тюрьма. Вот решётки стоят, видите? Вот. Хорошо. Я сейчас пройдусь вокруг. И, кстати, смотрите, какие здесь окна. После того, как некоторые заключённые спрыгивали с окон давным-давно, да, сто лет назад, они поставили вот такие вот железные сеточки на каждое окно. Вот так вот. Ну хорошо, я сейчас пройдусь. Мы пойдём дальше. Вот это прикольно. Вот это какой-то вход на лестницах. Можно пойти наверх. Ну, я не полезу. Тут какой-то коп приедет и остановит меня. Вот такая тюрьма. Вот я, как вы видите, я ещё недалеко от центра отошёл. Мы ещё видим вот это вот городской областной суд. Ну, я сейчас буду покидать это место, вот эту тюрьму. Сейчас пойду вам покажу что-то другое. Вот здесь надпись написана Explore Licking County. Типа, как говорит, расследуйте нашу область и ищите чего-то интересного. Как ищите приключения какие-то. Вот здесь стоит ёлочка. Вот следующее я вам хотел показать в центре города. Это какой-то базар, когда здесь лето и тепло. Здесь стоят всякие киоски. Вот канал Маркет написано. Вот я вам покажу. Канал Маркет Плаза. Вот здесь вот летом каждую неделю всякие фермеры приходят. Всё-таки этот город маленький, тут только 50 тысяч людей. И тут ещё немножечко занимаются фермами и вот такое вот всё. Вот тут ёлочка стоит. Ну хорошо, пошли вперёд. Я последний раз перед тем, как я уйду с этого вот края, хочу вам последний раз показать вот эти красивые древние рисунки, фотографии на зданиях, какая Америка была раньше. Вот реально красота просто. Я даже не сказал бы, она была сильно по-другому, чем в Белоруссии и в России, да. Люди были раньше простые. У всех огороды раньше были. Всё было очень нормально, просто. Люди не были навороченные, как сегодня. Вот. Вот это только. К сожалению, это не сегодняшняя Америка, так что вы не влюбляйтесь, что я вам показываю. Вот. И тут какая-то надпись. Написано Miller's Cut Flowers Plants and Seeds. Это, короче, переводится Miller's Цветы и Растения и Семена. Это, конечно, старое название. Там сегодня другой магазин. И я вам хочу показать последнее, одно из самых любимых частей центра этого областного города. Оно мне даже напоминает немножечко мою родину, Беларусь. Тем более, когда я был в Барановичах. Ну, вы сейчас увидите, почему мне нравится здесь. Сейчас мы пробежим. Смотрите. Смотрите. Трамвай. Видите? Вот это очень меня прикалывает. Вот, какие раньше трамваи в Америке были. А потом, в 50-х годах, все поезда, автобусы прекратились. И сегодня в Америке, почти во всех городах, ни автобусов, ни троллейбусах, ни трамваях, ни поездов пассажирных. Вот это вот поезд. Видите? Видите, больше такого нету сегодня в Америке. И вот, когда я был в Барановичах, вот эти поезда... Даже, можно сказать, по-польски, по-старому. А что, зря, что у него эти замки. Ну, зайти бы внутрь. Ну, да, внутрь, да. Там внутри красиво. Глядя в какой-то свободный. Ну. Он еще лавки, все деревянные наверху. Я попробую сейчас вот так вот записать. Во. Внутри. Давай я тебя на плечи подсажу, и ты этот самый... Ага. Все видно внутри теперь. Видно все. Да, вот я вот это вот вижу, оно мне тоже напоминает прошлое в моем детстве, когда я катался на поездах. Вот этот поезд шел с города Колумбуса. Это капитал штата, ехал до Нью-Арка и до города Зейнсвилл, который находится 35 минут на машине отсюда. Вот такие делишечки, посмотрите на эти лица, какие раньше были американцы. Вот какие раньше были добрые. Все, что сегодня творится, они, наверное, сейчас в гробу переворачиваются от страха видеть, что происходит. Вот. И следующее. Вот здесь какой-то паровоз. Здесь я зайти вроде бы не могу, тут закрыто, но я вам могу показать вот так вот. Когда я был в Белоруссии, вот в этом, как он называл, я снимал ролик, где вот эти поезда, чагуны, вот эти вот. Вот это вот как чуть-чуть, маленький кусочек такого вот, можно посмотреть в Америке, когда раньше поезда здесь были, а сегодня их нету. Вот видите, какой старый. Ну, вот так вот, как-то так. И следующее я вам хочу показать. Вот фотография с 1901 года. 1901 год. Вот. Я даже скажу вам, не отличить от фотографии с Белоруссией или Россией. Раньше Америка и Беларусь и Россия, да, все были как похожи на друг друга. А сегодня они очень разные. Вот тут рассказывается история. Вот это вот здание, которое вы видите, было построено в 881 году. Вот это рисование красивое. Кто-то нарисовал в 2016 году. Вот еще раз посмотрите. Древняя, старинная Америка. Какая она была раньше красивой. Ну, последнее хочу вам показать на сегодня. Это одно из самых моих любимых мест в центре. Когда я тут гуляю, я порой прихожу сюда посмотреть. Здесь раньше, в древних годах, были на стороне вот так вот настоящие магазинчики. Вот тут постригнуться можно. Раньше стоило, смотрите, 10 центов. Или это пару копеек, вот так вот. Раньше можно было за пару копеек подстричать. Сегодня подстричка будет стоить где-то 15 долларов за человека с короткими волосами. Или может даже быть 50 долларов, если у тебя длинные волосы. Вот здесь магазин. Вот продают, смотрите, как прикольно. Вот вам бульба продается, смотрите. Картошечка, мука. Смотрите, как интересно. Вот нарисовали мальчика прямо на дверях. Вот, это рисунок. Вот. На этой стороне, вот, еще рисунок нарисованный. Вот, что здесь было раньше. И тут уже вот граффити нарисовали люди. Люди не ценят, что у них тут есть. Молодежь всякая. Следующая. Вот, следующий магазин. Что здесь продается. Вот. Всякие ручки для дверей. Такой технический магазин. Вот вам древняя Америка. Вот, смотрите. 1900... О, 1827 год. Вот эта фотография. 1827 год. Это 200 лет назад. Почти 200 лет назад. Вау. Прикольно. Вот. Вот тут девочка нарисованная. Подглядывает в окошечко. И вот еще вам здесь продаются всякие медицины в этом магазине. Или продавались 200 лет назад. Я сейчас подойду поближе, покажу вам. Чувствуется, как я вернулся в какое-то время. Давным-давно. Ну вот, и мы снова в центре города. Я вам хочу еще раз показать. Вот как тут выглядит. Вот здесь тротуарчик до других магазинов. Летом, конечно, здесь намного красивее. Тут деревья расцветают. «Музыка» 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 И последнее, самое-самое последнее в этом ролике хочу вам показать. Это очень редкая вещь. «Десять заповедей». Я многим рассказывал, когда я был в Белоруссии, что сейчас в Америке идет огромная борьба с христианством, с верующими, и просто христианство исчезает просто. Здесь уже никто, как бы, церковь становится меньше и меньше, закрывается, и многие организации даже судят, чтобы снимали креста с публичных местах. Не разрешают поставить Бог. Вот такое вот все. И вот здесь очень редко, что здесь поставили десять заповедей в самом центре города. Вот этот памятник поставили в 1957 году. Вот. Это тоже очень редко увидеть в Америке. Больше и больше христианство ущемляют. И такого вот очень сложно найти в современные времена. И вот с этой стороны вы видите впереди, впереди вы уже видите вот шоссе. Вон, и, как я вам рассказывал, город маленький очень. Вы уже видите вот лес впереди. Ну что, на этом все. Спасибо большое, что вы смотрели. Я не хвалю Америку в этом ролике. Я просто вам хотел показать, какой она была раньше. Вот. Америка была такой хорошей и консировательной раньше. Но, к сожалению, сегодня я не могу такое же сказать. Так что, хотел вам показать маленький кусочек истории этой страны. Если вам какие-то есть вопросы, пишите мне. Спрашивайте меня. Я отвечу вам. И спасибо огромное многим, которые отликнулись и поставили мне столько много комментариев и столько много лайков. И я в шоке больше там за один день. Там было сто с чем-то просмотров. Спасибо вам огромное. Я еще даже не успел ответить все ваши комментарии, но я доберусь до вас. Все. С Новым Годом. С Рождеством Христовым. Всего самого лучшего. И мы увидимся еще скоро. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова